Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех и мы возобновляем уже подзабытую рубрику, в которой я анализирую собственные блиц-партии, сыгранные в интернете. Эти партии будут играны в основном против сильных шахматистов, уровня мастера, может даже гроссмейстера. Сам я кандидат мастера спорта, по национальному рейтингу Украины где-то 2.200, международный рейтинг у меня даже ниже чем 2.000, поэтому прямо скажем, шахматист не самый выдающийся, но в то же время в блиц иногда удается сыграть весьма неплохие партии. И вот именно такие поединки мы с вами будем рассматривать в подобных видео. Сегодня я хотел бы вашему вниманию предложить довольно интересную, обоюдоострую блиц-партию, которую я сыграл с контролем 3 плюс 0 против довольно сильного шведского международного мастера Little Pumpkin, то есть в переводе на русский маленькая тыква или же одним словом тыковка. Вот такой интересный шахматист, не написано конкретно кто это, но скорее всего весьма известный в определенных кругах игрок. И эта партия сыграна примерно год назад, более архивные такие записи у нас с вами здесь будут, партии не самые свежие, но в то же время, надеюсь, для вас интересные. Итак, поехали. Тут анализ у нас уже был автоматический, я конечно прошелся по этой партии заранее. d4, e6, я играю черными. Параллельно с записью вы видите рекомендуемые ходы с токфишем. Это у нас ферзевый гамбит, конь f6, конь c3, слон e7, слон g5, отказанный. 2-0, e3, конь bd7, и тут соперник решил разменяться на d5. То есть перешел в Карлсбад и применил план с длинной рокировкой. Ферзь c2, c6, слон d3, ладья e8, хотя компьютер, как вы видите, демонстрирует, что лучше было все-таки сделать короткую рокировку и ограничиться как раз вот таким односторонним расположением королей. Но нет, соперник играет 3-0, и в этой позиции я играю конь f8. Не знаю, может быть все-таки отключить, это постоянно как-то отвлекает. Я думаю, что если вас заинтересует как раз полный анализ этой партии, то я ссылку на нее кину в описании под видео. Покрутите, посмотрите. Ну а тут, чтобы связано все это вам представить, чтобы не отвлекаться, я все-таки вынужден отключить. Король b1, хотя компьютер потянет. И одновременно анализ, и запись, и еще там сверху что-то можно нагрузить. Король b1, профилактический такой нормальный ход. Тут конь e4, предварительно было рекомендовано компьютерам, чтобы немножко разгрузить позицию. Но нет, я решил, раз у него король там, у меня здесь, почему бы нам b5 не двинуть. Ход возможный, хотя тут написано, что сомнительный. Конь e5, играют белые, нападая на вот эту пешку. Далее, слон b7, f4. Вот такое кольцо Пильсбери построил мой соперник в центре. Ну и, конечно, планируют дальше надвигать пешки на королевском фланге. Я, соответственно, надвигаю на ферзевом. А5, тут возможно, что лучше было все-таки сыграть слон f6. Ну и в дальнейшем сыграть e4, как я помню, дальше в этом варианте компьютер демонстрировал именно этот ход. Но соперник тоже набрасывает пешки. В принципе, такая человеческая игра. И после a4 уже теперь меняется на f6. Слон бьет f6. Белым лучше было затормозить пешки черных на ферзевом фланге ходом a3. Да, я тут, в принципе-то, согласен с этим ходом. Дальше черные как-то должны прорваться там b4, брать на e5. Уже где-то жертвовать даже пешку. Мне было бы в этом случае сложнее действительно создать атаку на ферзевом фланге. Но соперник мой играет g5. Нападает на слона и думает, что я отойду слоном. Я слоном-то отошел. Но нужно было все-таки забрать на e5. И тут, конечно, если fe забрать, то все-таки на g5 где-то провиснет. А если забрать de, в этом случае, ну, может быть, может быть и a3, дальше b4. Да, как-то, может, конь e6 после g6. В общем, тут сами посмотрите. Слон e7 была сыграна. И очень интересную комбинацию мы оба не заметили здесь и на следующем ходу. Посмотрите, надо было забрать на h7. То есть, временно пожертвовать фигуру. А потом сыграть g6. Красивый такой вариант. То есть, угрожает взятие коня и вилка на f7. Поэтому брать обязательно ферзь g6. И тут мат в два хода грозит. Ферзь f7 и конь g6. Тут положение коня на h7 теперь не очень удачно. Поэтому лучше вернуться. Ферзь f7, король h8. Ладья g1. Тут угроза мата. Посмотрите, чем защищаться. Слоном. Ну и отдается слон на b7. Конечно, эта позиция совсем не то, что я хотел получить. Это положение уже для черных проиграно. Но соперник не заметил хода слона h7. Все-таки без добавления. Три минуты. Пошел конь e2. Заранее ушел. Заранее ушел. Я вижу, что пока конь стоял на c3. Ход b4 не очень-то хотелось делать. Потому что пешка терялась. Конь ушел. Ну и b4. Хотя, опять же, лучше было предупредить вот эту комбинацию соперника со слоном h7 ходом слон d6. Ну, не видим мы оба этого. Обычное дело. Там, если анализ посмотреть, то это все прыгает как, не знаю, какая-то кардиограмма. Да, или еще что-то в этом роде. Ферзь d2. Сыграли белые. Опять же, лучше было забрать пешку на h7. c5. И, наконец, тут черные уже как-то пытаются еще одну пешку подключить. Ну, тут понятно, да. Я думаю, что без особых объяснений. Называется стратегически этот прием, кажется, в одной из книг замок. То есть, если черные играют a3, то белые играют b3. Если черные играют b3, то белые играют a3. Я сам люблю вот так закрывать игру, чтобы не было тут атаки на короля моего, а потом на другом фланге уже активизироваться. Поэтому я не спешу двигать пешки a и b, пытаюсь подключить еще одну пешку. И тут мой соперник слон b5 не сыграл. Я уж сейчас не вспомню. Видел я ход слон b5, там пытался пожертвовать качество. Ну, вполне вероятно. В принципе, это жертвовать качество я люблю. Не скажу, что так уж сильно умею. Но отдать ладью за такого белопольника, где-то своим слоном похулиганить по белым полям, это в принципе можно. Еще и за то, что пешка проскочит на c4. Но он не сыграл слон b5, хотя стоило. Пошел конь g3, то есть подводит коня еще сюда. Может быть на h5, может на f5. Пытается усилить. Я играю, конечно, c4. Он отходит на e2, хотя лучше было на f5. Но опять же, это такие нюансы, которые в блиц не играют, как говорится, особой роли на вот таком вот уровне даже. По времени, как мы видим, тут по 2 минуты с 2,5 у меня, у него 2,13. То есть примерно вровень идем. И вот тут уже, когда пешка на c4, на c4 я решил пойти a3. То есть для того, чтобы все-таки после хода b3 забрать эту пешку. Ну, понятно, ему незачем допускать взятие на b2, там еще c3 будет вилка, если король b2. Или ферзь b2 тоже будет c3. Но главное, открывается линия. Ну и брать на a3 тоже не хочется, поэтому играет b3. Тут конь g6 нужно было. Но опять же, cb, ab. Самое главное в таком блиц режиме, это провести свою идею, захватить инициативу. То есть заставить соперника защищаться. Пускай не самыми точными ходами, но тем не менее. Вот хода 2 был сделан шаг для того, чтобы поле освободить для ладьи. И я успешно задвинул эту ладью на a3. Хотя опять же, компьютер с этим не согласен. То есть пишет, что надо было срочно блокировать вот здесь, да. Играть конь g4, пытаться разменять сильного коня соперника. Заметит, что вот это кольцо пильсбери до сих пор еще на доске. И тут слон b5 соперник не пошел. Ферзь b2. Прикрыл пешку b3. Ферзь b6. Наконец мой ферзь пошел. Посмотрите, 24-й ход. Я веду атаку на короля. У меня ферзь только-только сейчас сделал ход свой. Далее. Конь f5. Хороший ход у соперника. И тут слон a6. Ну, слон понятно, что плохой. Нужно его пытаться разменять или пристроить. Хотя опять же, конь g6 было лучше. Ну, слон h5 он пошел. Напал на пешку. Понятно тут идея, да. Этот вариант заводил. Но он почему-то пропал. Давайте по памяти. Конь a6 шаг. И слон отходит куда-то на f3, кажется. Да, на f3 теперь под боем две пешки. На d5 и f7. Этот вариант, понятно, что не приносил мне выигрыша фигуры. Но это так. Для тех, кто, как бы, может быть, не понял, почему я вилку не сделал. Конь g4, то есть конь g6 наконец-то сделан ход. И вот тут вот соперник уже допускает серьезную ошибку. То есть, которая имела далеко идущие последствия. Лучше было все-таки этого слона скушать. И дальше, посмотрите, как интересно. hg, ладья c1. А вот тут, конечно, мой слон, ну, не читал вот этому супер коню на e5. Прогнать его пешкой не удается. Там на g6 висит. В общем, атака на ферзевом фланге у меня в тупик, можно сказать, зашла. Ладья c8. Посмотрим просто вариант, который компьютер нарисовал. Так, тут он не бьет пешку, играет h4. Видимо, чтобы не активизировался слон. Ну, понятно, позиция, конечно, в одни ворота. То есть, у белых позиционное преимущество и атака на королевском фланге. У меня на ферзевом пешка на a2, моя удачно прикрывает его короля. Но, было сыграно h4. Далее, слон f8. Я все-таки решил сохранить этого слона. Слон f3. Нападая на пешку, слон вернулся на b7. Ну, конечно, такие ходы. Напал, защитил. А что делать? Уже по полторы минуты у каждого. Вровень мы, примерно, опять же, по времени идем. h5, конь e5, fe. Размен произошел. Ладья c8. И вот я еще одно поле подметил для своей ладьи. То есть, идея довольно простая. g6. Сыграл, конечно, соперник. Тут, опять же, да, мы видим тот же прием. Замок. Если бы он сыграл a6, я пошел бы g6. И тут все было бы у меня нормально. Но, понятно, что он тоже это все знает. Кое-то скоро он на ферзьевом фланге такое сам был готов применить. То он ожидает этого и от меня на фланге королевском. Поэтому он играет g6. Пытается побольше тут пешек разменять, чтобы расчистить путь к королю. И вот тут вот ладья c3 я сразу залез. Лучше было все-таки забрать. Тут, кстати, очень интересный вариант. Один из самых красивых в этой партии, который остался за кулисами. В партии-то тоже было красиво, но не так. Так, смотрите, ферзь g6. Ну, понятно, там hg это не то. То есть, линия вскрывается. Там и ферзь h2 можно успеть пойти. Поэтому ферзь зеом. Ну, и тут, смотрите, конь h6. Какой красивый ход. Ну, так сразу не заметишь. Понятно, на вот это взятие ладья g1. Ну, какой точнее, я не знаю. Но выберите сами. Король h8. Ладья dg1. Смотрите. Ферзь сюда зашел. Конь f7, король g8. Слон e2. Напал на ферзя. Ну, в принципе, я думаю, что слон e2 было не обязательно. Можно было сразу конь h6 пойти. Ну, вот еще компьютер бывает иногда. Там какие-то нюансы демонстрирует. А, тут еще конь h6 защищен. Да, поэтому ферзь не берет. Получается, вот ничьявящим шахом. То есть, это объективно. Да, давайте, чтобы тоже подтвердить. Но какую-то глубину там залазит компьютер. Нули высвечивают без проблем. То есть, тут была ничья после хода fg. А я пошел ладья c3. И он забрал. Я все-таки эту пешку не решился оставить в живых. Потому что это потенциальный ферзь. И, кроме того, берет под контроль важное поле. Так, тут уже кто-то приглашает. Но, извините. Ой, перескочил. Так, ладно. g6. Ладья c3. Я пошел. Он забрал. Я тоже забрал. И вот тут вот ему надо было сыграть ладья hf1. Вот этот ход ладья hf1. Что там было? В принципе, настырный парень. Рейтинг меньше 1000. Но, видите, попадет в обзор. А давайте глянем. Так, чтобы мне подключить. Мне нужно тут отключить. И вот так вот сделать. Я забираю вот здесь. Он играет конь d6 шах. А, вот этот вариант. Да, красивый, красивый вариант. Слон g4. То есть, угрожает слон e6. Посмотрите, угрожает слон e6. Если забрать ферзя, то будет просто мат. Вот такой вот мат. Несложный мат. Но, во время партии, когда такой увидишь, то может быть какой-то, не знаю, очень большой неожиданностью этот ход. Поэтому надо бить коня. И тут вот, ферзь f2. Вот на этом варианте я и заканчивал. Не знаю, почему-то слетели варианты. Может там f5 нажал случайно, перезагрузил страницу. Такое бывает. В чем тут идея? Идея в том, что угрожает ферзь f7. И далее ферзь e8. Либо даже ферзь f8 после ферзи f7. Но, смотрите. Когда заходит ладья на a8. То есть, мы можем забрать. А можем сначала шах поставить. Тут, в принципе, разница. Спешка очень сильная. Компьютер пишет, что вообще надо вот так отдавать. Ну, даже не знаю. А6 слона бить-то можно, наверное. Это не самый сильный ход. Но тоже уже видно, что черные тут, если спасутся, то с большой... Большое счастье это для них будет. Ну, в общем, вариант был в пользу белых. То есть, надо было ладью на линию f поставить. Но это не очевидно, что слон может добраться до поля e6 через конь d6. Поэтому двигаем вперед пешки. Я забрал, напал на ферзя. И вот тут последняя его ошибка в этой партии. То есть, лучше было все-таки отскочить на f2. И вот как бы дальше я атаковал... А, там еще один есть вариант с вечным шахом. Сейчас посмотрим. То есть, ладья d2, ладья b1. Да, вот так вот оно все происходит. И даже ладья c1. Вот этот ход. Смотрите. Заходит ферзь. И теперь королю нельзя на белое поле остановиться. Тут слон a6 будет. Сюда, что там еще тоже может быть. Ферзь b1, слон a6. Это всего не нужно. Но у черных не хватает ладьи. Поэтому ничья вечным шахом. То есть, тут уже вечный шах со стороны черных. Действительно, обоюдоострая партия. Но как же она закончилась? Может быть, вы уже устали. Уже почти 15 минут записи. hg он сыграл. И отдал ферзя. То есть, почему такой сильный международный мастер. Да, рейтинг там за 2600. Но это интернет рейтинг. Реально это не узнаем. Потому что это инкогнито товарищ играет. Хотя, может кто-то из вас знает. Кто это? Если вы знаете, то напишите. Может где-то у кого-то более сильных шахматистов, ростмистеров на стримах. Он где-то проявлялся, этот товарищ. А может он вообще сам стримит. Кто его знает? Этот швед. Отдает ферзя. Ну, видимо, где-то что-то подумал. Может быть, где-то проскочит. Здесь из-за атакует короля меня, моего короля ладьями, слоном и конем. Ну, а можно просто сказать, не выдержал напряжения. Ну, опять же, тут у него меньше минуты. У меня чуть больше минуты. По-разному бывает. Опять же, это одна из партий. Ладья бьет b2. Я сыграл. И тут, смотрите, он еще ладью ставит. Ну, с чувством юмора все в порядке у этого шахматиста. Может быть, он просто решил отдать ферзя. Вот так вот считал, что тут атаки уже у меня дальше нет. Но она-то есть. Смотрите, ферзь c7. То есть, угрожает вот что. Ну, брать пешку там просто по линии а зайдем. Тоже, как минимум. Ладья h2. Он прикрыл поле c2. b3. Ну, и тут то ли а6. Ладья c2. Ну, давайте посмотрим. То есть, e6, вернее. Давайте посмотрим. А, тут же ладья просто под бой идет. Я ладья c2 смотрел. Ну, и нет. e6 не работает. Ладья h2. Я b3. Ладья dd2. На всякий случай прикрыл еще раз это поле. И после ладья c1 уже мат неизбежен, как тут пишут. То есть, угрожает вот что. Угрожает вот что. Много чего угрожает. Да и это, в принципе, угрожает. Потом ферзя 5. И тут черные выиграли, потому что белые сдались. Причем, посмотрите, у меня осталось чуть меньше полминуты. У него 40 секунд. Ну, то есть, все, что мы с вами вот это за 15 минут обсудили. Оно все проходило намного быстрее. Понятно, что много было упущений. Но я думаю, что общий рисунок игры, какие-то красивые варианты, которые вы тут увидели, они будут для вас полезны. То есть, вот такой обоюдоострый ферзевый гамбит получился с атаками на разных флангах. В принципе, такие партии встречаются. И это показывает, что отказанный ферзевый гамбит, это не всегда на отбой и на ничью со стороны черных. Если видео понравилось, ставим лайки. Не понравилось, пишем комментарии. Потому что дизлайков, как я вижу, уже на ютубе нет. Давно причем. Да, и пишите комментарии насчет вот этого формата. Как вам это все? Может быть, какие-то замечания будут, предложения. Подписывайтесь на канал. Шахматы для всех. Еще раз, это формат такой постфактум. Да, партия была сыграна больше года назад. А я вот сейчас решил проанализировать. Но я помню, тогда сохранил ссылку на нее. Думаю, если будет время, то буду уже восполнять. Конечно, еще есть формат живых комментариев. Но, то есть, партия играется, по ходу дела говоришь. Но тут минус, два минуса. Для меня лично, не знаю, как для других. Когда я говорю, я играю слабее. То есть, таких партий получится, ну, может быть, если из какого-то количества, скажем, из сотни получится где-то, ну, не знаю, может, пять партий, десять партий таких хороших, если я играю молча, да, то если я буду говорить, то, может, одна получится, может, и нет. Ну, и второе, конечно, во время живых комментариев мы не сможем разобраться до конца в партиях, в этой партии. Ну, а как вы уже давно, наверное, поняли, моя первостепенная задача – это постараться всецело проанализировать партию и указать критические, самые интересные моменты. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!